Если бы инвестировать было бы легко, все были бы богатые. Если бы самодисциплина была легкой, все были бы в форме. Если бы учиться было легко, все были бы спокойны и умны. Но это не легко. И вот почему это стоит того. Всем привет, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новое агрессивное видео. То, что мы видели на этой неделе, стало катастрофой для новых розничных криптоинвесторов. Это люди, которые не видели этот рынок кровавым и вложились в него просто потому что. Теперь их жестоко наказали. Биткоин минус 30%, эфириум минус 45%, бинанскоин минус 60%, XRP минус 50% и так далее. Очень брутальная коррекция, которая многих новичков сломала. Но не людей, которые на этом рынке находятся годами. Больше триллиона долларов за неделю потерял криптовалютный рынок. Это должно было рано или поздно случиться. Я снимал несколько видео об этом, но они были плохо встречены, судя по количеству дизлайков. Но я думаю, что это падение. Это еще не конец. Может быть еще одна коррекция. Я знаю, название этого видео явно не оптимистичное. Мы только что прошли через 50% коррекцию, и я хочу действовать так, будто впереди нас ожидает восстановление. Но я все еще понимаю, это может продолжиться еще немного. И причиной этому криптовалютные биржи. Это может быть комбинация из нескольких факторов, но самое главное – регулирование криптовалютных бирж. Многие из них могут закрыться навсегда в той или иной стране. Я предупреждал об этом несколько недель назад. Гонконг закроет все криптовалютные биржи для розничных инвесторов. Только лишь инвесторы с суммами от 1 миллиона долларов США смогут ими пользоваться. Представляешь, что происходит с розницей в этом регионе, которая хранит криптоактивы на этих биржах? Она в панике сливает все. Что будет, когда эта тенденция распространится на остальные страны? Именно поэтому я думаю, что мы еще можем увидеть очередную массивную коррекцию. Да, я хочу думать, что это уже дно. И на самом деле, если мы посмотрим на модель Stock-to-Flow Ratio для биткоина, мы можем заметить сходство ее поведения сегодня и в 2013-14 годах. Как видишь, тогда в Булране было вообще две вершины. Возможно, и на этот раз у нас будет две вершины точно так же, как и здесь. Но есть шанс новой катастрофы. И мы не можем пренебрегать этим. Я не выкупил это дно, потому что просто было не до этого. Но у меня все еще остается часть той самой долларовой позиции на случай нового падения. Меня вымораживает то, как много сейчас появляется блогеров, которые активно меняют тематику своих каналов на криптовалютные с неизвестными для меня целями. Может быть, они просто хотят заработать на толпе и скрыться в тени. Они не были на этом рынке, когда он падал. Они здесь лишь несколько месяцев. Меня вымораживает это, потому что я активно занимаюсь этим рынком уже почти пять лет и видел, как криптовалюты падали на 99%. Я видел, как судьбы людей ломало в мгновение ока. Мы думали, что купили билеты на ракету, а оказались на Титанике. Так что за чертовщина происходит на рынке? Самый очевидный ответ скрывается за ростом разочарования людей в альткоинах. Конечно, какие цели не преследовали бы люди, инвестируя в биткоин, они тоже обманулись в своих ожиданиях. Но альткоины просто убили веру людей. Сами посмотрите, они упали на 88-95% от своих вершин. И поэтому я ненавижу всю эту движуху, которая на хайпе заставляет людей инвестировать в перегретый рынок. Именно поэтому я постоянно повторяю, фиксируйте свои прибыли на хайпе. Сделал 2х, продай половину. Сделал 3х, продай 1 третью. Верни свое. Так ты никогда не потеряешь на этом рынке. Сейчас новичкам, которые потеряли на рынке тяжело, но я знаю, они точно так же, как и я однажды, получили свой важный урок. И это бесценно. Я пережил 99% падение, что мне эти ваши 40-50%. Да, это переживается неприятно. Но я знаю, это то, что нам не нужно было. Криптовалюта остыла достаточно для того, чтобы снова закипеть. Мы все ждали этого. Вопрос, воспользуемся ли я этим шансом или нет. Друзья, одна из криптовалют, которая до сих пор не достигла своего исторического пика, это Ripple XRP. XRP дважды за последнее время пережил падение до 80 центов. Почему это так важно? Посмотри на это. Я уже все для тебя обозначил наперед. Этот уровень, около 80 центов, уже почти с 4 года служит самой главной линией сопротивления, которая сейчас может стать поддержкой. Если эта линия действительно превратится в поддержку сейчас и Ripple XRP закрепится выше нее, тогда я буду максимально оптимистичен по отношению к будущему движению его цены. Это очень важный момент для XRP, особенно учитывая то, что происходило вчера на очередной конференции SEC по поводу дела Ripple. То, что я там услышал, убеждает меня в том, что судья пытается быть объективным, но его чаша весов склоняется не в сторону комиссии. Запомни, раз и навсегда, существуют риски во всем, что связано с криптовалютой. Точно так же, как и с жизнью, кстати говоря. Но на мой взгляд, XRP является оптимальным с точки зрения потенциальной прибыли и риска. Обязательно следи за этим уровнем и за тем, как цена будет на него реагировать. Это все изменит для Ripple XRP. Друзья, многие из вас не переживали настоящий медвежий рынок. Эта 50% коррекция на фоне него просто ничто. И я знаю, многие сейчас напишут, мол, ты шутишь, что ли? Переживи со мной новый медвежий рынок. Мой портфель, который я собрал всего за 30 тысяч долларов в 2018 году, на пике в 2021 приближался к отметке в 400 тысяч долларов. Знаешь, сколько он потерял на этом падении? Огромные цифры, лично для меня. Но я не жалуюсь, потому что даже так я все равно остаюсь в плюсе. Почему? Потому что следую своим правилам инвестиций в криптовалюту. Некоторые из них я озвучил в этом видео, которое выложил 9 мая 2021 года. Советую его посмотреть. Ссылка на него будет в описании. Посмотри это видео прежде, чем покупать криптовалюты. Я всегда фиксирую прибыль. Недавно я продал 50% своих эфиров и получил кучу негативных комментариев. Я зафиксировал прибыль и при этом все равно остался в рынке. Только так можно заработать на этом рынке. Если ты не фиксируешь прибыль, ты не заработаешь. Даже если твой портфель будет показывать кучу иксов, ты только станешь еще более жадным. Жадным настолько, что однажды потеряешь абсолютно все. Я уже видел это в 2018 году. Поэтому обязательно посмотри это видео прежде, чем инвестировать в криптовалюту. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Возвращаясь к теме криптовалютных бирж, налоговое управление и Министерство юстиции США начинает изучать бинанс на предмет незаконной торговли в США. Это первые шаги, о которых предупреждал Гэри Гэнслер, новый председатель комиссии SEC. Он говорил о том, что они начнут с регулирования криптобирж. Множество бирж, по его словам, используется только для отмывания денег, и комиссия собирается закрыть те из них, которые не подходят под правила регулирования. Что это значит? Гэри Гэнслер фактически готовит шок регулирования для крипторынка. Мы говорили о том, что это приведет к краткосрочным обвалам на рынке, и мы готовились к этому. Наверное, не все из вас заметили, но в разгар этой коррекции многие биржи просто отрубились. Coinbase, Bitfinex, Binance, Kraken, Gemini, CMC, Bittrex, Kucoin, Huobi, Coindesk, все они отрубились. Похоже, это совсем не совпадение. Это рыночная манипуляция. И вот почему я в который раз говорю, не храни свою криптовалюту на бирже, заведи себе офлайн кошелек, тот же Ledger, но только обязательно покупай его напрямую у производителя, не покупай на барахолках бэушны, так ты точно потеряешь свои криптоактивы. Друзья, мы живем в мире, сценарий которого пишется уже давно и незаметно для большинства. Помнишь, я уже говорил об этом случае, когда в глобальных традиционных платежных системах произошел глюк и она упала на несколько часов? ФРС списала это на человеческий фактор. Я не считаю и это совпадением или просто случайным событием. Так же, как и кибератака на Минфин и Минторг США, тоже я не считаю случайностью. Я знаю, для многих это звучит как конспирология и полная чушь, но я думаю, что полной чушью будет не замечать этого. Достаточно лишь немного покопаться на сайтах, связанных с финансовым миром, и мы найдем кирпичики, сложив которые вместе мы увидим полную картину. Я и это тебе показывал однажды. И видеоролики от финансовых организаций, такие как БМР, МВФ, Всемирный экономический форум, недоступны публично. Их можно увидеть только с доступом по ссылке. И это тоже не совпадение. Я знаю, к чему это все ведет. Все это ведет нас к цифровой экономике. А этим летом ФРС США начнет широкое обсуждение цифрового доллара. В традиционной экономике ничего не изменилось. Новые финансовые пакеты помощи, триллионы долларов напечатаны из ниоткуда. Треть всех существующих долларов, созданный за прошлый год. Массивная инфляция, которую официально не признают. Все это совсем нехорошо. И это не остановится. Настолько не остановится, что даже безусловный базовый доход в США планируется обеспечивать цифровым кэшем. Цифровым кэшем. Какой-то оксюмарон, но это уже не фантастика. Это становится реальностью. Цифровые валюты центральных банков просто неизбежны на фоне всего этого. С точки зрения центральных банков это и есть решение проблемы. И когда эти цифровые валюты будут запущены, им понадобится способ взаимодействия друг с другом. Как им быть совместимыми. Им будет нужна ликвидность по требованиям. Им будет нужен приватный блокчейн. Все это есть у XRP. Центральным банкам по факту нужен будет XRP как воздух. Также эти хакерские атаки не просто могут, а становятся причиной ускорения принятия новой системы. Построение новой инфраструктуры для финансового мира. Я помню в прошлом году хакеры из Северной Кореи сумели утащить 80 миллионов долларов, обманув глобальную платежную систему SWIFT, которая сейчас связывает экономики стран в одну большую паутину финансовых сообщений. SWIFT уже была взломана. Система платежей ФРС США также отключалась на несколько часов из-за кибератаки. Все эти инциденты также подстегивают развитие новой финансовой инфраструктуры, цифровой, на базе приватных блокчейнов. Все это выглядит для меня не рядом случайных событий, а скорее с координированным планом. Потому что каждое такое событие почему-то является отличным оправданием и причиной, почему люди должны буквально сами захотеть стать частью цифрового рабства. Меня зовут Богатейший Ди. И как всегда я рад каждому, кто посмотрел это видео, поставил лайк, поделился им с друзьями, подписался на канал, нажал на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И оставил комментарий. Зарабатывай. И до скорого. Зарабатывай. Субтитры сделал DimaTorzok